Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Сияние сегодня у нас разлито в студии «Финам.ФМ». Такой белый свет у нас присутствует. Откуда этот свет в студии, спросите вы, может быть, те из вас, кто не может наблюдать нас на сайте «Финам.ФМ», поскольку у нас ведется сейчас и съемка. Свет этот оттого, что у нас в гостях актер Виктор Сухоруков. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, дорогие радиослушатели «Археологии». Да, да. И дело даже не в том, что вы в белых одеждах сегодня, а в том, что... Так лето, 30 градусов. Лето, да. Одежда соответствует намалению. Ну, знаете, даже когда вы в таких сумеречных фильмах и ролях играете, когда вы появляетесь в кадре, какое-то очень сильное физическое присутствие появляется, как будто какой-то свет разливается. Вот я хочу понять. Первое, наверное, что я хотел вас спросить, откуда вот эта, так сказать, какая-то внутренняя наполненность, внутренняя энергия? Может, какой-то... Вы счастливый человек? Я считаю себя счастливым человеком, но вот эта внутренняя наполненность, это, может быть, компенсация отсутствия внешних данных. Если бы я был Балент-Делоном или каким-нибудь Джерар Филиппом, или, если говорить о наших российских красавцах, кого бы назвать-то интересно? Машков, например. Не-не-не, не красавец, он зверь. Он зверь, он не красавец. Вот, понимаете, наверное, я был бы каким-нибудь ленивым, сонным, смазливым, каким-нибудь скользким, таким. А так как я человек все-таки безликий, серый, я без кокетства говорю, честное слово. Я же себя вспоминаю с молодости. Наверное, я пытался компенсировать и добывал внимание окружающего себя мира и людей именно какой-то энергией, каким-то поведением. И это высекало, наверное, вот это, вот то обаяние, которое было необходимо для того, чтобы на меня обратили внимание. Конечно, каждый из нас хочет нравиться всем, но так не бывает и ни у кого. Но сегодня я даже и нравиться не хочу. Но вызывать интерес к себе – это моя одна из задач как актера. Как актера или это шире в жизни? Потому что, так сказать, я вижу сейчас, что это не вас, сценический образ, то, что человек появляется и включает вот эту харизму, вот эту ауру. Она как-то вот… Скажите такой вопрос. У вас как дома цветы растут? Прекрасно растут, но дело в том, что они… Удивительный вопрос, потому что я очень люблю сад-огород, и мое хобби, мое увлечение сегодня академическое, мощное. Это мои шесть соток и шесть соток моей родной сестренки. И у нас там все растет. Растет все. Что? Что сажаем, то и растет. Но я к тому, что цветы в квартире. Да. Я вдруг обнаружил, они живые до какой-то сознательности, потому что они мне демонстрируют такое свое отношение, настроение, ревность, какое-то негодование демонстрируют. И, естественно, любовь. У меня даже было одно мгновение, когда мне показалось, хотя я уже давно не пью, не курю, не употребляю никаких наркотиков. Я и раньше их не употреблял. Но однажды, то ли от усталости, то ли от какой-то, наоборот, наблюдательности, я смотрел на свои фикусы, и вдруг вижу, а они трепещут. Они вздрагивают. Они словно сбрасывают с себя какую-то усталость дня. И говорят, ну, наконец-то ты пришел, лысый чёрт, сукин сын. Ну, дай нам воды. Ну, побрызгай нас дождем. Вот, ну, побудь с нами, наконец-то. Ну, погляди на нас. Мы же здесь одни целыми днями. Меня спрашивают, а вы любите животных? Люблю. А кто у вас есть? Я говорю, никого нет. Потому что я сам из дома часто уезжаю. Ну, цветы... А цветы ревнуют, когда кто-то другой в комнате появляется? Нет, ревнуют, когда мне нет. Значит, они ревнуют к моим уходам. Да, к уходам. Да, у меня фикус какой. Мне подарили 12 лет назад, когда я въехал в новую квартиру, мне подарили малюсенький фикус меньше вашего стакана с водой. Сейчас он у меня с полкомнаты. И однажды случилось страшное. Он ни разу еще не цвел. Может, он не зацветет никогда. Но вот эти пальмовые его листочки, они вдруг копали со всех вот этих его стволов огромных, колючих, мощных. Все упало. Я так испугался. Думаю, ну все, умирает парень, умирает. Мой кактус хотел выкинуть его. Расцвел, мать войти. А они не должны? Нет, они не меняют. У них нет такого вот обновления, сезона обновления? Ну, я об этом не знал. Ну да, это, так сказать, пришло время. Да, и вот за 11 лет первый раз он сбросил листву и обновился. В этом году впервые. Ну да. Я только не понял, что у меня про листочки, про ботанику. Не, я пытаюсь понять, откуда вот это вот какая-то внутренний свет, который исходит, который известен по фильмам. Причем, что интересно, что фильмы даже, кажется, роли самые, казалось бы, такие неподходящие очень часто для этого. Они мне не свойственны. Я в жизни совсем другой человек. То, что я сыграл, допустим, даже в кино, это все мне неведомый мир. Значит, я талантлив. Вот и все. Значит, я очень хотел быть заметным актером. И я очень хотел быть признанным. Вы знаете, люди, которых вы играли, они маргинальные в каком-то смысле? Абсолютно. То есть, мне кажется, что вот если я пытаюсь, вот сейчас готовясь к этому эфиру, пытаюсь подвести некий, так сказать, знаменатель, вывести некое общее, что объединяет таких разных ваших героев, от бандитов до Филарета там в острове, до царя Павла, они к какой-то степени все очень маргинальные. Абсолютно, согласен. Это продолжение вашей какой-то внутренней, не знаю, установки вашего пути? Нет, я впервые, наверное, скажу страшную вещь, потому что вы меня спровоцировали на это, я не хочу самолюбоваться и умничать. Это не продолжение, это я с ними, это одно целое. Я думаю, вот эта маргинальность, она и во мне существует. У меня очень часто бывало, особенно когда я уже обрел какую-то заметность, популярность и любовь народа, то вы понимаете, очень часто мне стали говорить, со мной откровенно люди разговаривают. И меня это сначала удивляло, потом растораживало, а сейчас я к этому привык. Но они мне говорят, я не поклонница вашего таланта, я посмотрела все ваши фильмы. И вопрос. И очень часто мне говорят, вот вы сейчас поздоровались с человеком, это вы серьезно поздоровались? Или вы придуряетесь? Или вы сумасшедший? Я говорю, и то, и другое, и третье. Совсем недавно вот на днях мы вспоминали фестивали, и в Минске на листопаде я был, и одна журналистка мне напомнила историю, что я шел по лесенке, и вдруг я слетел с этой лесенки, и подошел к людям, стал с ними разговаривать, что-то шутить, здороваться, целоваться с не знакомыми женщинами. И они, говорят, людям подумали, либо он эпатирует, либо он ненормальный, так артисты себя вести не должны. Задаю вопрос, простой, наивный, детский, а как должны? Вот и все. Ответа нет. И когда мне говорят, вот вы должны быть такими, это вы так думаете? Это насчет маргинальности я завелся. А может быть это какое-то амплуа клоуна? Я не буду спорить, я отрицать не буду, потому что мечта быть клоуном была всегда. И она зародилась, видимо, там, в глубоком детстве, она у меня очень глубокая и далекая на сегодняшний день, и именно там, наверное, я придурялся, когда избегал побоев, может быть, я валял дурака, чтобы веселить публику. Мне очень хотелось... Я любил веселых людей, мне нравилось, когда люди смеются. Я получал удовольствие, когда я что-то делал и смешил этим окружение. И меня это подпитывало, меня это радовало, и мне казалось, что это моя даже какая-то победа над ними. Вот я думаю, что в этом смысле ваше какое-то такое одно из открытий – это фильм «Балабановский» про «Уродов и людей». Вот такое здесь... Вот эти вот две ипостаси, мне кажется, очень ваши раскрыты. То есть, ну, уроды в таком смысле, в смысле человек чудной, человек юродивый, человек блаженный. И, с другой стороны, вы в них раскрываете какую-то неожиданно такую людскую ипостась. Вот это вот «Балабанов» как-то вас подтолкнул в этом направлении? Не зря вы, профессор. Дело в том, что мы с ним познакомились в 90-м году, даже в конце 89-го, когда он, будучи под крылом Алексея Германа, готовился к дебютной картине по мотивам Беккета «Happy Days», «Счастливые дни». «Счастливые дни». И с этой черно-белой картиной, артхаусной, глубоко артхаусной, он потом попадет в Канны. Он искал актера, и случайно я с ним встретился. Все случайно. Хотя сегодня я эти случайности, так как их было много, и очень ярких, изумрудных, таких самородистых случайностей, то я уже называю, что это чудо. Не могут вот эти самородистые случайности быть просто так, вот знаете, как испарина какая-то. Нет, это и там, мне кажется, он уже стал меня изучать. После этого был замок Кавки, потом будет брат. И после этого он пишет сценарий «Ехать никак нельзя», который впоследствии будет называться «Про родов людей». И то, что он сочинил под собственным моим именем Виктор Ивановичем. Он даже над этим посмеялся, потому что он знал мою слабость. Я любил играть персонажей под собственным именем. Вы же во многих фильмах, вы же и в «Брате», да, «Витя, Витя, Витя Татарин». Начну с того, что Бакенбарда Юрия Мамина, 89-й год, кличка «Старик». И я говорю, а как его зовут? И Юрий Борисович говорит, а я как-то над этим не задумывался. А пусть он будет Виктор Ивановичем. Пожалуйста, ради бога. И с тех пор у меня огромное количество персонажей. И у Ринаты Литвиновой, и у Санислава Говорухина, и особенно Алексея Балабанова. Я Виктор, 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 Виктор. У Литвиновой, по-моему, я считал, даже настояли на том, чтобы называться Виктором. У нее иначе по сценарию было в «Богине», да? У Ринаты не настоишь. Я сделал предложение, она его приняла. Понятно. Но отношения такие строгие там, да, на солнечной площадке? Да, она девушка непростая. Ну что ж, напомню, что Виктор Иванович, человек по жизни и в своем сценическом амплуа, Виктор Иванович Сухоруков у нас сегодня в гостях в археологии. Мы продолжим после небольшого перерыва. И снова добрый вечер. В гостях у нас сегодня Виктор Сухоруков в археологии. Говорим мы про уродов и людей, про маргиналию в человеческой жизни, про маргиналию в искусстве и про то, как этот образ воплощает Виктор Сухоруков. Сейчас, в данный момент, сидящий у нас в студии, Финам.ФМ. Ну вот, говорим о вот таких ваших странных, юродивых, блаженных ролях. Я тоже вспоминаю, например, вот «Амбал» в «Антикиллере». Какое-то удивительное совершенно тоже попадание было. Такой, в общем-то, фильм, кажется, такой привычный, ментовской. Вот вся эта наша такая мейнстримные боевики. И вдруг у вас какой-то совершенно персонаж, как из Хармса какой-то, приехавший туда. Вот. Это была установка режиссерская или вы уже просто сами так играли? Там была великолепная молодая гвардия. Егор Кончаловский, Юсуп Бакшиев, продюсер, там Гоша Куценко. Там была гвардия, которой они уже замечтали сделать, извините, стильное кино. И в данном случае, по произведению Корецкого, этот «Амбал» был стереотипный, здоровый, мордатый, тупой, такой отмороженный мальчик 20. И вдруг приглашают меня, и я был этому чрезвычайно удивлен. И Егор мне сказал, а мы не будем играть этот стереотип. И действительно, мы пришли к некоему такому решению, что это будет знак беды, сигнал опасности, олицетворение зла. Понимаете? И когда Он мне это сказал, и Он позволил мне быть напряжением 380 вольт. Мы забыли о возрасте. Меня даже одели по-тинейджерски, как тинейджера. И я там был непонятным человеком без возраста, вот с этим, с пораненным черепом и так далее. Мальчик без боли, да. Кто это такой? Откуда он взялся? И это меня грело. И, конечно, в результате у меня тогда уже зародился свой термин режиссура роли. Ой, не режиссура, а сюжет роли. Сюжет роли. Да, когда вырветесь сейчас «Амбала» из фильма «Антикиллер», и вы поймете, что он может отдельно существовать в короткометражном фильме, когда из этого какого-то мальца безвозрастного вдруг возникает некое монстральное чудовище, которое необходимо уничтожить, порвать, взорвать, заразить радиацией, растереть с лица земли. Я горжусь этой работой, и она была вознаграждена. Гоша Куценко даже однажды обиделась, потому что он главный герой, а приз созвездия отдали мне. Ну да, я сейчас думаю, что такой вот некий символ пугающего зла, потому что зла очень часто, да, как говорят, банальность зла, вот книга есть. А здесь зло не банально, а именно, что пугающее. Совершенно в другой вспоминается роль, но тоже такая неожиданно охладывающая. Простите, я просто почему вас остановил, потому что хочу вспомнить, добрым словом, Корецкого Даниила. На премьере в Пушкинском он подошел ко мне и сказал, спасибо вам за «Амбала», вы его сыграли лучше, чем я написал. Ну чем не награда? Да, да, он выделяется очень из фильма. Точно так же, вот как вот такое зло, у Коэнов, старикам здесь не место, и там вот этот герой Бардема есть, который совершенно иррационально необъяснимый, убивающий людей вот этой вот бычьей-бычьей убивкой, вот этой вот, да, следующей. Так что вот так вот. Я завидую таким сюжетам. Да. А расскажите, ведь у вас могло состояться, вам Бардко, по-моему, говорил, вы же могли быть Шариковым? Это было на звучании «Бандитского Петербурга номер один», и я сыграл там тайного гомосексуалиста, депутата городского собрания Глазанова, по-моему, фамилия его. И мы озвучиваем эту роль, и вдруг он мне говорит, «Витик, странно, а где ж ты был, когда я собачье сердце-то готовил? А я в Питере, и на учете состоял». И говорю, вот так вот, Володя, говорю, здесь я был, ну, чуть стоял. Вот и бегали. Так вы понимаете, вот это и есть то ли ирония судьбы, то ли оскал судьбы, то ли какое-то, вы понимаете, какая-то интрига. Интрига. Сейчас только поймите мои мысли. Говорят, виноват Сталин, виноват Сталин. Но только на Дальнем Востоке, выселяя из квартиры какую-то семью и уводя ее в НКВД и забирая ее мебель, Сталин об этом не знал. Почему я вдруг так сказочно перевожу на эту историю «Стрелки», потому что так же Бортко, или Бортко, это неважно, студия «Ленфильм». Я ленинградский актер, живу и работаю рядом. У меня на учете фотографии «Ленфильма». С Алматы уже ему привезли актеров. Со всей страны он отсматривал, отстреливал артистов на роль Шарикова. И вдруг он говорит, а где ты был? Я говорю, я был рядом. И никто меня не позвал. И никому мне был не нужен. И в связи с этим я могу вам одну уникальную историю рассказать. Как я, не попав еще в кинематограф, сказал, ну и черт с тобой. И не надо. Обойдусь без тебя. Проживу. И не дам себе погибнуть. Наверное, любовь к жизни. В пьяном и трезвом виде. Так вот, я говорю, не знаю, Володь, как так получилось. Хорошо он сыграл его. Да. Но он сыграл его барбосом. Я бы сыграл его шавкой. Смесью какой-нибудь блудливой баллонки с дворнягой как это, с задницей овчарки. Понимаете? Повизгивающей и в то же время легающей. Каким-то развратным и бурчащим, и глодающим. То есть жующим огромную кость, которая не влезает ему в рот, но он ее грызет, потому что в нем замешано что-то гигантское, мощное, ленивое, и вместе с тем какие-то бисеры породистого, потерянного, истерзанного мира, интеллигенции и так далее. Почему я говорю, что смесь баллонки с какой-нибудь дворнягой? Ну там удивительная роль, да, и она клоунская во многом, и мимическая такая. А вам животного не доводилось играть? Нет, в кино не доводилось. И в театре? Нет, только в институте я делал упражнения. Что касается маленькой истории, история-то в чем заключается, что я работаю в театре, и сниматься начал я поздно, и как ни странно, бьюсь-бьюсь, бьюсь-бьюсь на Ленфильм, то в одну группу, то в другую картину, попробуюсь. Что-то никак не получается. И однажды меня пригласили на маленький эпизод в дебютную военную картину, ночная съемка, и меня забыли. Все уехали, а меня забыли. Объект был не готов. А вы уже в гриме? А я дед, и да, сижу в вагоне, жду, когда меня позовут на платформу. И я вдруг вышел из вагона в шесть утра, а солдаты массовка садятся в свои фургоны. Я говорю, а где же съемочная группа? Как где? Говорит, они вот уже уехали. Я говорю, ребят, довезите меня до Ленфильма, я в казенном. И меня довезли военные люди до киностудии. И я сказал себе, больше я к вам не ногой. Пройдет несколько лет, и знакомый товарищ, с которым я служил в театре, Володя Студенников, позовет меня, и это будет зов судьбы. Это уже фильм... Бакенбарды. Да, Бакенбарды, где там под Пушкино все делают. Ну да, и с этого начинается ваша кинокарьера. И еще, чтобы уже закончить разговор о ваших таких ролях неожиданных, маргинальных, юродивых людей, неочевидных, это Павел, император Павел, такая одна из самых юродивых фигур русского императорского дома. Для вас это... Все неожиданно, все неожиданно. Да, вы много и премию получили за эту роль. И не одну. Да. А самое главное, опять, статуэтка, это здорово, и ник у меня, и орла, правда, я не получил за Павла, но я был номинирован. Вся заграница моего Павла приняла. А Германия так обожает меня за этого Павла. вот... Но именно юродивость вот эту вот вам надо было показать. Нет, почему? У меня задача была показать не юродивость, а то, что он здоров, то, что он ясен, то, что он действительно любит эту свою страну, как можем сегодня сказать. Он действительно мстил матери правильным правлением. Он действительно мстил матери. Это сегодня, говорят, золотой век Екатерины, но когда я начал копать документы, много вопросов к ее правлению, потому что процветало такое безобразие наряду с какими-то прекрасными явлениями развития государства. Но Павел 18 лет в конфликте с матерью с женой наездился по Европам и столько впитал в себя интересного для развития государства, и он хотел это быстро, 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 быстро внедрить. Уверяю вас, его убили за великие планы. И Федор Иоаннович у вас еще. Да, это в театре. Это уже театральное. Очень интересная была дана оценка моему Федору. Странно, как-то не заметил ее ни президент страны, ни критика, ни вот эти золотые маски, турандоты, всякие фестивали Чеховы и Станиславского. Мне кажется, она заслуживает особого внимания спектакль «Царство отца и сына» по мотивам пьес Алексея Толстого, режиссер Юрий Иванович Еремин. Почему? Потому что там впервые у нас, вот я про себя буду говорить, Федор Сыгран как дитя скоморохов. Вот это скоморож, скоморожье, кровосмешение в царе, скоморошество и что-то такое династическое, замешанное в одном человеке, это очень важный. Это изенштейновское еще, да, от Грозного, это еще вот это скоморошество Грозного. Конечно, но только это у отца. И мне кажется, я впервые, не я, вместе с режиссером, я в этом прекрасном царе, в тихом, не эпилептическом, как нам подавали, у меня была болезнь, но не эпилепсия, эпилепсия была у Димы, я в нем внес в Федора кровь и отца. И когда вот в этом тихом, желающем мира, покоя, любви, цветущей поляны, золотых куполов, церквей своей Руси, он вместе с этим, сцену, которая везде почти во Марвеле, когда он моется, в бане моется, мы играем, мы ее играем, эту сцену, где в нем прорывается отцовская кровь. И здесь, да, вот эта маргинальность, и тоже она как бы выбулькивает, выбулькивает, и этим я горжусь. Роль достойна внимания, и вот мы работаем, и до сих пор я играю этот спектакль с большим удовольствием, и народ не хлопает, народ кричит. Но вот я знаю, вы сожалеете, что не удалось вам сыграть в царе у Лунгина. Жалею, это не то, что даже, что сыграть не удалось, а то, что не позвал. Я же просился, я не стесняюсь, если мне что-то интересно, попроситься. А так как у нас был грандиозный успех острова по всему миру, без преувеличения, я к нему подошел, говорю, Павел Семенович, возьми меня в царя, а тебе нет роли. Я говорю, а дайте мне попробовать Малюту Скуратову. А он говорит, что детей жрать любишь? Я говорю, а при чем здесь это? А он такой. А впрочем, посмотрим. И мне там места не нашлось. Думаю, место нашлось интриги. Ну да. Хотя Юр Кузнецов великолепно сыграл Скуратова, великолепно. А после, когда вышел фильм, нашел я себе место в этом фильме? Конечно, нашел. Но я об этом уже никому не рассказывал. В этой же роли? Нет, нет, нет. Да, в других ролях. В других ролях. Да, я тоже вас вижу в этом фильме. Конечно, такая вот эта вот скоморожья, юродивая русская фактура, она вполне могла бы быть. И вы знаете, вот продолжая линию царей, вы сейчас сидите, особенно в белом, вот, еще бы если со стоячим воротничком, кукурузу бы вам в руку. Никита Сергеевич Хрущев. Сыграли. И не раз. Сыграл. Это где? Первый раз я сыграл его у Юрия Кары в фильме «Звезда эпохи». Там небольшой был эпизод о его сыне, которого расстрелял Сталин. Да. А второй раз сыграл своего Хрущева в фильме «Фурцева». Да. На первом канале, да, хотя его кто-то принял, кто-то не принял, но я считаю, что я достойно поработал над Никитой Сергеевичем, а главное, что я тоже много прочитал о нем такого, что у меня волосы встали дыбом и отвалились, потому я и до сих пор лысый. Или опять лысый, потому что, я шучу. Такого чего? Страшного человека. Ну, в смысле, человека в интерьере эпохи. Совершенно верно. Только. А по-другому никак мы не имеем права подходить. Выжить было невозможно иначе. Кто его знает, но когда сегодня Юрий Карра позвал меня третий раз сыграть Хрущева в фильме о Королеве, я задал один вопрос. Как Карра относится к Хрущеву? Он говорит, дурачок. Я говорю, пусть играет сам. Я не считаю его глупым человеком, недалеким, грубым, да. Так они все там не ангелы, но то, что любой политический деятель, который добрался в те времена до райкома, уже не дурак. Уже какие-то пусть хищные, но мозги работают очень активно. Вы считаете, это была какая-то наведенная буфонада? Наведенная. то, что он делал. Абсолютно. Абсолютно. Это была игра. И для внутренней аудитории, и для Запада. Да, я согласен. Именно так. Потому что он всегда оглядывался. Он играл и оглядывался. Он был шахматист. А возвращаясь к этой теме скоморожства, это был единственный способ выжить в той мясорубке, в которую он попал. И сталинское, и послесталинское. Вот такой вот... Я не исследователь вообще той эпохи. И выжить, не выжить, не знаю, насколько это... Это сегодня мы так, нам так объяснили, или нам так оставили, разложили эту историю того времени. Мне трудно судить, как они там жили. А может, было все проще. Может быть, много мы накрутили себе, а на самом деле беда была не из одной точки московской, а эта беда поплескивалась на всей территории. Знаете, когда вдруг дрожь земли и начинает пробиваться сквозь асфальт и сорняки, сквозь гальку вода или какая-то жижа. Может быть, это все окружение, может быть, это неправильные понимания установок, уложений, указов подвострастия, зависть, ненависть, недалекий ум. Кто его знает? Я приехал на дачу к сестре. Сегодня все у нас уплачено и все у нас там по совести. А ей взяли провода, отрезали. И я не мог разобраться до конца. Кто же отрезал провода на даче моей сестре? Почему? Вот, понимаете, и никакого не было Сталина, и никакого сталинизма. А вот пришли и они, соседи, поставили себе новый столб, поставили там новые провода, а ее отрезали после того, когда она уехала, закрыв сезон. И таких случаев или слойчиков в нашей жизни и сегодня огромное количество. Мне кажется, это какой-то такой имманентный абсурд русской жизни, в том числе, который в Сталине проявился какие-то вот такие темные хтонические силы. Да, и, видимо, при Сталине эти силы были очень активны, понимаете, и поэтому это заметно, но все равно надо найти название, надо найти невиноватого, нет, никто не знает, кто виноват. Я думаю, Хрущев виноват, ведь вся вот эта западная Украина, хотя он вызвал его и говорит, Никита, там неприятности, езжай, наведи порядок. Так он еще и договорить не успел, а Никита уже эшелоны гнал с народами в Сибирь. Так что, значит, кто виноват? Конечно, он лидер, и он за это должен отвечать, но в данном случае не только страх ведь в человеке, и желудок был, и любовь был, и секс была в каждом из этих людей, которые выполняли волю вождя. Нет, ну здесь, да, мне кажется, воплотилась какая-то очень большая глубокая линия русской истории, боюсь, что она еще не раз воплотится в каких-то исторических поворотах. А вас, мне кажется, очень интересно то, что вы можете актуализировать вот этот вот абсурд, я действительно вижу вас каким-то, вот мы об этом после перерыва еще поговорим, таким героем Хармса, что ли, или Достоевского, у меня вот очень Петербург почему-то ваша, как вы говорите, вы ленинградский актер ленинградец, связанная. Вы угадали, я сейчас Порфир Петровича играю, я вам сейчас расскажу. Сейчас расскажете после небольшого перерыва, напомню, что в гостях у нас Виктор Сухароков. Как вы готовы к разговору-то? Вы как будто, вы же знаете, что я играю сейчас Достоевского? Или это вы вот интуитивно вспомните? Ну, вы знаете, я сначала сформулировал такую вещь, что вы очень воплощаете какие-то петербургские, петербургское начало России, вот это вот еще от Гоголя идущий абсурд, эти какие-то подворотни. Суты Горщи Грин, да. Да, и подпольный человек Достоевского, который кукиш в кармане кажет Хрустальному дворцу. И, конечно, да, Порфир Петрович, так сказать, я представляю, как вы с каким вообще, так сказать, язуистством можете, человека разводить, допрашивать. Так вот, Юрий Иванович Еремин поставил спектакль «РРР» по мотивам Федора Михайловича Достоевского. Видимо, Родион Романович Раскольничев. Совершенно верно. Это его аббревиатура «Подписанная статья о преступлении». Он так и назвал Клипова современно тремя буквами. Я там играю Порфир Петровича. И вы удивитесь, когда произнесли слово «Как иезуитски вы допрашиваете Раскольникова?» Самое удивительное, я не играю иезуитство. Мы открыли новые черты в Порфире Петровиче. Догадываюсь, что он мог убить. Конечно, потому что я специалист. Поймаю я убийцу? Да поймаю, потому что я специалист. Готов я его арестовать и отправить на кадрку. Конечно, готов. Но! Я наткнулся на одну информацию, извините за скупое выражение, когда он говорит, «Эх, мне бы военным человеком быть. Мне очень нравится военная форма и вот быть военным». Ну, вот так сложились обстоятельства, что приходится вот здесь сидеть и зарабатывать геморрой. и понимаете, какая вещь? Мы пошли по пути не следствия, не наказания, а спасения остатка жизни. Я вдруг одинокий человек, у которого нет детей, следователь, у которого здоровье-то не очень хорошее, и у которого много чего не сложилось в жизни. Он очень... я пошел по пути не мундира, а человека Порфирь Петровича. И когда я смотрел на этого Раскольникова, я понимал, да, так бы этой старухе и надо. Многих она людей пограбила и пообидела, и скрутила в бараний рог, попортила крови. Но преступление есть преступление, и ты за него должен отвечать. И там ведь у него прекрасный монолог, когда он говорит ему, я хочу вас спасти. Для этого вам надо учинить явку с повинной. Это правда, вы поступили подло, но все-таки вы не безнадежный подлец. И я верую, что у вас впереди много еще будет. Да что будет-то? Жизнь! У тебя впереди целая жизнь! Мы заканчиваем мою роль словами. И не мудрствуйте, лукаво, отдайтесь жизни, прямо не рассуждая. И не беспокойтесь, жизнь сама на берег вынесет, и на ноги поставит. У меня аплодисменты в зале. Потому что он преступник, да, получит он свое, конечно, получит, но передо мной молодой, талантливый, как я говорю, я-то думал, что такой умный, духовный человек, как вы, ни за что не допустит, чтобы в тюрьму отправили невиновного. И мне кажется, в этом и есть неожиданное решение Парфири Петровича, и очень современно звучащее. Есть в этом маргинальность опять моего поведения? Конечно, есть. Потому что иезуитство уже известно. И оно сегодня, мне кажется, иллюстративно. Ну да. А у вас же не только, у вас там несколько ролей? Нет, почему? Нет, там только... Я несколько ролей играл в спектакле с Нераскольникова Павла Сафонова. С Нераскольникова, да, да, там вы играли одновременно... И старуху, проценщицу, да, все эти типажи. И мать Раскольникова, и Мармеладова, ну, такое решение было. Да, Мармеладова, я очень вижу, Свидригайлова, я думаю, вы могли бы сыграть. Мог, но играл его тоже блестяще. Тогда здесь играет Александр Яцко, там Сергей Колтаков. Вообще, когда нам спорят, что вот роман, там поковеркали, вот нет и этой темы, нет темы Христа, там и так далее, он так писал свои произведения, что возьми любой персонаж, и вот тебе отдельная и театральная история, и киносюжет. Да, там очень, и вы знаете, тоже, вот мне кажется, что вы подаете, сейчас рассказываете, как о Достоевском, я всегда думаю о Достоевском, вспоминаю Набокова, который называл его великим комическим писателем. Вот это вот мало-мало кто подмечает Достоевского, а там действительно какой-то внутренний, вот это вот опять-таки гоголевский абсурд, и затем уже петербургско-хармсовский абсурд. Но то, что он ернический писатель, это просто, это выпирает, особенно когда работаешь над словом, он и весь из ерничанья. А Федор Павлович Карамазов тоже же ваш персонаж? Кто его знает, не пытался. Не хотели бы сыграть? Вот именно вот это вот ерничание Достоевского, ни слова в простоте. А кто его знает? Ну, по крайней мере, когда братья Карамазовы режиссер Мороз запускал в четырем серийном варианте, я был утвержден на роль отца. Ну да. Но не сыграл, потому что был занят у Виталия Мельникова в агитбригаде «Бей врага». Вы же много чего не сыграли, да? Например, знаменитая ваша история, когда вы играли у Меньшиков в «Игроках», и поэтому в «Бондиану» не поехали играть, да? Да. 11 лет я отработал в этом спектакле, играл две роли. И тоже в этом уникальность, в чем уникальность, которую изобрел Меньшиков. Замухрышкин, там есть чиновник, его почти везде вымарывали, выкидывали за ненадобностью. Нет, мы это сделали таким каскадным номером, вставным и апогеем мошенничества. Я играл этого Замухрышкина на украинском языке. Но, к сожалению, я закончил сотрудничество в этом спектакле. Это удивительная совершенно была антроприза. Она еще живала, просто он взял его в обоим у театра Ермоловой. А других каких-то игроков вы не видели? Я вот у Женовача сейчас смотрел. Нет, не ходил еще. Очень интересно. Вы ходите по театру? Да, меньше, чем хотелось бы, но, так сказать, рассчитываю свои выходы, стараюсь. Я вас приглашаю. На что? У меня в антропризе есть Вампилов, старший сын. Да. Я играю Сарафанова. И тоже меня преследовали разговорами. Не боишься призрака Евгения Леонова? Я говорю, не боюсь, потому что я буду другим. Я не буду конкурировать с Леоновым. Да. И мне кажется, мне это удалось. Говоря о вот этой маргинальности, о том, что вы человек как бы крайний извне смотрящий, ведь, наверное, ваше происхождение что-то в этом сыграло. Орехова-Зуева, рабочий, рабочий, так сказать, пригород, рабочий город, да, рядом с Москвой. Да, где рядом. Это как раз, вы сейчас хорошо сказали, пограничий вот это. Край, край. Город Орехова-Зуева это последний город на границе Московской губернии и Владимирской. А дальше 101-й километр. Да, да, да. Вот. Вот это вот ваше... Повлияло, повлияло. Там же и такая рабочая, и приблотненная атмосфера. Да, уголовная, уголовная жизнь и очень открытая в своих чувствах, оголенная. Там и женщины ругаются матом, там и пьют все и дерутся до крови и любят до истерики. Там все по большому счету. Сейчас немножко по-другому. Ну, остался Орехов-Зуевский дух вот этот вот фабричный, слободской? Там? Да. Да ничего там не осталось, потому что фабрик нет, теперь там магазины, рестораны, склады, пятерочки, дикси, микси, шмикси и так далее. Фабрики гудели, и была другая, конечно, атмосфера и в воздухе, и в душах людей. Сегодня там все по-другому. Я все равно дитя Орехов-Зуева люблю этот город, и, как ни странно, где бы я ни был, как бы я ни отдалялся от этой точки земли, я все время о ней думал, я все время туда возвращаюсь, в город Орехов-Зуева. Странно. Какие-то премьеры кажутся вашей кинопремьеры Орехов-Зуева, да? Как вы много знаете про меня. Я читал, да, ваше интервью. Все были времена, одно, как бы, один период в 90-х годах, пока они порушили кинотеатр Родина. Там был кинотеатр Родина, его кто-то купил, он заброшенный, сейчас там уже нет того кинотеатра, он был прекрасным кинотеатром, и там был директор, и я туда привозил свои премьеры, и со мной соглашались продюсеры, кинокомпания, они давали мне фильмы новые, и я одним из первых своим землякам показывал картины в городе Орехово-Зуево, бесплатно устраивал творческие вечера. Сейчас я этого почти не делаю, потому что Родины нет. Что для вас, вот, скажем, из трех точек Орехово-Зуево, Ленинград, Петербург и Москва, кому вы больше принадлежите? Орехово-Зуево. Орехово-Зуево. Да, если говорить о крови, если говорить о деле, конечно, Москва, и если говорить о счастье, Москва, если говорить о движении, это Москва. Почему я умалчиваю про Петербург? А Петербург или Петербург? У меня однажды, когда я оттуда уехал, я сформулировал хорошо, он меня принял, но он меня не полюбил. И основная часть моей жизни, она, конечно, была отдана и заштампована и покрыта печатью в Ленинграде, в Петербурге. А может ли он полюбить? А кто его знает? По крайней мере, я там пил, а здесь не пью. И нет этому ответа. Вот нет этому ответа. Это какая-то шарада. Я здесь уже в Москву когда вернулся, я не переехал, я вернулся, но я здесь не пью. И для меня нет этой проблемы. А там я пил, и это меня каким-то образом огораживало, что ли, спасало, что ли. Не знаю, я почему-то не нужен был трезвый, ясный, активный городом Ленинграда. Он иррациональный, вы знаете, ну, на другом каком-то уровне тоже, ну, не то, что, так сказать, я пью, но когда я приезжаю в Петербург, для меня это повод выпить всегда. Я очень мало практически, я в своей обычной московской жизни практически не пью, но вот туда, потому что вечно какие-то, всегда какие-то друзья. Сырости, да? Да, и все это, да, и машины нету, и всегда и без руля, там, и такси какое-то более дешевое, и люди такие, более какие-то располагающие к этому. И вот для меня всегда Петербург, как парадоксально это не звучит, ассоциируется с тем, что вот он провоцирует вот на это, на все. Ну, вы же говорите о том, что когда ты живешь, ты житель или ты гость. Это разные вещи. Ну, да, да, согласен. И как ни странно, когда Петр Фоменко меня позвал за собой после института и предложил мне главную роль, именно тогда, я до этого не был в Ленинграде, он меня, я приехал, и как раз это заканчивались белые ночи, я пришел к нему в кабинет, он говорит, о, Ленинград, Ленинград, это прекрасно, белые ночи, пауза, а в остальном мрак. Понимаете, и как-то вот он так и сбросил вместе с Чубом вот эту чувствительность и романтическую интонацию. Кто его знает? В данном случае я пытался его любить, я хотел раствориться в этом городе и покрывался только бедой и грехом каким-то. Я был грешным ангелом в том городе. Хотя, что говорить, сегодня, а еще чуть-чуть попозже, конечно, я скажу, перед вами сидит человечек, весь сотканный из петербургских ниток. Я, конечно, со шпиля петербургского какого-то города. Да. Ведь вам же, наверное, много дал опыт то, что у вас, когда вы ушли из театра и вы были несколько лет разнорабочим, вот это вот все. Я не ушел. Нет, это в 83-м году. Меня выгнали. А что ты? Ну, это деликатно выразилось. А что деликатничать? Дама обошлась посредством платка. Да я уже не так молод, чтобы деликатничать. Лишь бы матом не ругаться. Нет, выгнали. Этот опыт, этот опыт, насколько был для вас важен. Такой вот, может быть, не знаю, опять-таки он такой очень балабановский, потому что счастливые дни, уроды и люди там. Вы удивитесь. Может быть, и я не набирался ума, и я не накапливал опыта, и мои наблюдения, хотя я любил быть наблюдателем жизни, они притуплялись в этот период жизни. Но, что я вынес? Главная мысль. Я очень хочу жить. Даже если я буду никому не нужен, я не сгожусь и не понадоблюсь. Но я так хотел жить. И к этому подготовила, именно вот этот период меня к этому и подготовил. Будут в дальнейшем какие-то срывы, перевалы, недоумения, недоразумения. Конечно, все будет. Но уже не так масштабно, не так катастрофично и катаклизмно. Все будет переживаемо. То есть все будет легче. То есть, ну да, это была некая такая школа, которая научила, наука, которая научила такой воле, воле к жизни. Да. У меня же был уникальный случай, когда уже я изгнанный, и приходит другое руководство и говорит, я беру Сухорукова обратно в театр. И я подошел к пивному ларьку, купил кружку пива, и чья-то рука хлопает меня по плечу. Я поворачиваюсь, а это молодой режиссер, и он говорит, Сухоруков, чего ты здесь делаешь? Я говорю, подожди, я еще даже пенку не сдул. Я бросаю эту кружку пива, бегу за документами, иду в театр оформляться, куда меня позвал режиссер, а мне говорят, куда ты пришел? Приказ тебя не пускать. И такое было. Режиссер уедет за границу, сломав мне судьбу. Это вот этот молодой режиссер, который доложил. Он сбежит потом от наших всех переустройств. Ну, может быть, он сберег от вас от чего-то. Он меня сберег. Сберег! Сберег! Мы получили этот опыт. Для нашей встречи с вами. И затем вы переезжаете в Москву, и это тоже, да, еще одно, так сказать, неожиданное действие, такое снятие, когда вы совершенно на ровном месте начинаете строить новую совершенно жизнь. Да, дело в том, что я даже Тане Догилеву позвонил одно время, хотел смягчить свой переезд, знаете, как это, посадку мягкую, помягче. Но она мне говорит, Витя, не лезь ты сюда, нечего тебе здесь делать. В Москве и так уже все заполнено. Тут актеры в пруд пруди. И тем не менее, я решил все-таки убежать уже из Петербурга и что-то изменить в своей жизни вплоть до климата. И тем не менее, поближе к родине. Ореху Зуеву, мне казалось, меня спасет. Как ни странно, то полукриминальное, мое горькое, мое дорогое и не очень богатое и счастливое место. А мне казалось тогда, что нет, нет, если вдруг я в тапочках зимой, но сбегу в Ореху Зуеву. Напоминает, знаете, что петушки у Ерофеева, где не отцветает сирень, где там поют птички и все это. И я думаю, буду сбегать. И я вернулся. Я к этому готовился. Я начал уже сниматься. Я копил деньги на квартиру. Пришли те времена, когда можно было уже это сделать. И я переехал счастлив. У меня в Москве год за три. В лучшем смысле. Я так быстро живу, незаметно, быстро, что пятками торможу себя. Вот в землю упираюсь всем своим существом. Существом, как это товарищ мой говорил, остановите землю, я сойду. Она не кружит. Она летит так, что думаю, боже мой, только считаем магнитные бури. Она летит. Вы знаете, вы обыстраете время, но мне кажется, свое внутреннее время и свой внутренний возраст вы остановили. Я даже, честно говоря, не высчитывал, сколько вам лет, но я точно могу сказать, что вы, по-моему, лет на 20-30 моложе выглядите, чем то, что у вас есть в реальности. Я, честно, не знаю, сколько. Я знаю, что у вас когда-то было 50-летие. И когда-то было 60-летие. И когда-то, даже когда-то было 60-летие. Вот вы выглядите такой счастливый, там, 35-40-летний человек. Я очень рад. Это за счет чего? Физически, наверное, от чистоты живота, духовно, наверное, от радости собственных деяний, с точки зрения общественной. Как сказать людям, чтобы они поверили? Я их люблю. Я людей люблю. Я умирать не боюсь. Мне осталось только укрепиться еще в бесстрашии перед бедой, опасностью, перед вором, убийцей, перед хамом. Вот еще бы накопить бесстрашие перед домокловым мечом. А перед смертью есть бесстрашие? Нет страха. И это укрепляет, это бесстрашие укрепляет документальные фильмы про космос. А вы одинокий человек? Одинокий. То есть в этом еще одна какая-то маргинальность, то, что вот у вас нет семьи. Но я не испытываю при этом несчастья. Это ваш выбор? Или просто жизнь так она как-то сложилась, так петляла, что вот к этому состоянию вы пришли? Да сегодня, наверное, можно на эту тему диссертацию писать, потому что был же период, когда надо было, надо было, надо было и жениться, рожать, надо было что-то моделировать, социально строиться, общественно быть как все. А потом вдруг раз что-то, знаете, как вдруг выключили воду. Я кручу кран туда-сюда, воды нету. И вот мы палец засовываем в этот вносик крана, а воды-то нету. И мы вроде как поругались, посуетились, ушли на работу, а вода пошла и залила квартиру. Так и здесь что-то произошло, и у меня на каком-то этапе появился новый глагол. Я стал опаздывать. Я живу, работаю, тружусь, что-то вытворяю, и все время ощущение, что я опоздал, опоздал, опоздал. Ну, представьте себе, если я ноздря в ноздрю, как говорится, шел с одними актерами и по каким-то своим делам, деяниям, дарованием, только одному говорили знаменитый, великий, замечательный, а мне говорят растете, растете, растете. Думаю, когда же я вырасту? Так вот, и вдруг я понял, что, наверное, я где-то остановился, где-то проспал, где-то пропил, где-то потерял, где-то пожертвовал чем-то. А сегодня меня это устраивает. сегодняшнее антисоциальное мое присутствие на земле, оно самое главное, оно не вредно и не опасно ни обществу, ни людям, ни мне. У меня есть о ком заботиться, чем жить, о чем думать и что оставить людям. Оно очень экологично, я думаю, в этом смысле. Ну, по крайней мере, это не вредно. Потому что можно быть очень социально интегрированным, но оставлять очень большой экологический отпечаток. Вот, вот. в том числе со своими семьями, детьми и так далее. Ну, да. Одиночество, оно более способствует творчеству? Очень. Оно способствует так, что, наверное, тоже об этом можно целую лекцию написать. Почему? Хотя это очень сугубо индивидуально. Субъективно, мне кажется. Почему? Потому что одни вешаются от этого одиночества, бегут в какую-то, в такую бурю, залезают в такие проблемы. Нет, я в этом комфортен. Я даже немножко лукаво обозвал одиночество одинокостью. Я не одинокий. У меня нет одиночества, потому что я публичен, я общественен, я... У меня и работа-то не закрыта, не сапожника в мастерской. Знаете, я не с микроскопом в лаборатории анализы не рассматриваю, и там, хотя микробы тоже общество, но я выступаю перед людьми. И тем не менее, все мои достижения, будем так говорить, в моих делах, они все тестированы в одиночестве. Одиночеством. Ну, это да, это вопрос тот же ускорения времени, о котором вы говорите, это более интенсивное проживание жизни, то, что, может быть, вы можете выбирать, когда и с кем общаться, не тратя вот эту жизненную энергию на ритуальное общение с окружающими людьми. Самообманываюсь, но я говорю, что у меня есть сегодня две награды, две или два приобретения. Это право выбора и независимость. Нельзя быть в обществе независимым. По-любому. Будет три оппозиции, пять там, пятьсот партий, я свободен, я ничей. Нет, ты обязательно кому-то принадлежишь или обязательно кто-то на тебя претендует. Обязательно. Даже газетный киоск, где ты покупаешь журнал или газету, это уже зависимость. Понимаете? Но в данном случае мне кажется, что вот именно право выбора и независимость это вот мои выжимки из того прожитого прожитого и, конечно, одиночества мне очень сегодня впору. Право выбора. Кого бы или у кого бы вы хотели бы сыграть? Здесь очень конкретный вопрос и, конечно, я бы стал называть конкретные фамилии, но вспоминая своего Порфирия Петровича, который говорил своему подследственному, у вас много еще будет? Да что будет? Жизнь. У вас впереди целая жизнь. И как бы я прекрасно, хорошо не выглядел, я знаю, что позади у меня больше, чем будет впереди. Даже если я проживу столько же, только я уже буду овощем. То есть у меня сегодня, как ни странно, эти фамилии уменьшаются, то есть мои желания становятся скупее. Почему? Потому что огромное количество мечтаний, фантазий не осуществятся хотя бы потому, что мне 62. Вот и все. Но скажу сразу, будь то студент в ГИКа или театрального вуза, будь то мэтр, будь то иностранный какой-нибудь чудак, который обратит на меня внимание серую российскую мышь, я готов пойти за ним преданно, дисциплинированно, самозабвенно только потому, что я ему интересен. Мне сегодня, когда говорят, раньше спрашивали, что важнее, кино или театр? Я говорил, театр, кино, потом. Потом, когда кино запеленало меня в свои объятия, я говорил, кино важнее, кино дороже. Сегодня я говорю, там, где меня любят, там и рай. Ну что ж, прекрасное, мне кажется, это завершение нашего эфира, призыв к любви. И вот еще мне запомнились те слова Парфир Петровича из вашего спектакля «Не мудрствуйтесь лукаво, отдайтесь жизни». Вот я здесь в течение этого часа, по крайней мере, видел плоды вот этого вот отношения к жизни, потому что здесь у нас сидит очень счастливый, очень гармоничный, очень светлый человек. Спасибо. Я благодарю вас, благодарю, я думаю, от имени всех наших слушателей «Финам.ФМ». У нас в студии был Виктор Сухорухов, это была программа «Археология». Я ваш верный археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. «Археология». «Археология».